Охват административного контроля и управления недостаточен в районах области. Этим вопросом оказался беспокоен Общественный совет при Министерстве по делам территориальных образований. Власть, по мнению членов совета, становится все дальше и дальше от населенных пунктов. Из 1848 населенных пунктов Саратовской области порядка 60%, это более тысячи, не имеют администрации, подразделения администрации. Из них более чем 700, это почти 40% от общих количеств населенных пунктов области, не проживает ни сотрудников администрации район или сельского поселения, ни депутатов районных или сельских представительных органов. Предложены две формы участия граждан в жизни региона – создание территориальных органов самоуправления и института старост. Оба варианта самоуправления действуют на территории нашей области, но в законодательстве не регламентировано, в какой именно форме их необходимо преподносить сельчанам. На сегодня взаимодействие власти и граждан не столь эффективно. Естественно, надо взаимодействовать, но я повторяю, взаимодействовать на равных, потому что главы стараются, так сказать, самостоятельность их ограничить, посылать на разного рода мероприятия под команды, хотя они и сами туда пошли, посылать какие-то дела, субботники, хотя они сами организовывают субботники. Кроме того, если ТОС не имеет статуса юридического лица, то не получает грантов. К тому же регистрация юрлица для окраинных поселений будет слишком проблематична. Но в соответствии с 4 главой гражданского кодекса ТОСы сейчас превращаются в общественные организации, где требуется уставной капитал и членские взносы. Поэтому появились предложения о внесении изменений в гражданский кодекс. Там, где написано общественные организации и там перечисляется перечень, там и есть территориальное общественное управление. Исключить там территориальное общественное управление. В 13-м добавить территориальное общественное управление. И в другом параграфе добавить территориальное общественное управление, что оно реализует, вот то, что вы в самом начале сказали, вопросы местного значения. и их организация деятельности регулируется законом 131 об общих рынках местного управления. Тогда все проблемы будут сняты. Ну, не все, конечно, но хотя бы будет понятно, что делать. Приведет ли разрастание административной машины в области к эффективному результату, судить сложно. В перспективе увеличения числа депутатов и госслужащих вряд ли сэкономит финансовые ресурсы. Зато от всевидящего ока не сможет укрыться даже самый маленький поселок. Валерия Павелко, Анатолий Милосердов, Открытый канал. Анатолий Милосердов